приветствую вас друзья компания mzap меня зовут дмитрий мы продолжаем заниматься ремонтом автомобилей hyundai hd сегодня у нас hyundai hd 72 осенизатор и мы расскажем немножко о нем данный автомобиль и выпускается с 98 года это второе поколение hyundai hd 72 устанавливается сюда двигатель d4 а l 33 литра 115 лошадиных сил и автомобиль очень просто как жигули то есть в нем нет электронных блоков тнвд механическая никаких электрических проблем нету также нету в этом автомобиле abs габарит у данного автомобиля длина 540 высота 260 и ширина 2100 габариты мы вам рассказали давайте посмотрим что у нас кабины какие у нас здесь есть блага ох не стой ноги и как всегда упираемся в колоночку благ у нас тут нету а это в машину на старе чем предыдущая поэтому здесь даже нету локального кондиционера ну и так кондиционера нет также опотопитель как всегда горный тормоз ну вот кстати руль здесь поудобнее наверное из-за сидушки здесь родная сидушка и посмотрите какая хорошая говорят что это очень редкое сиденье а вот на это лакшери стоит обратить внимание лично здесь у автомобилей просто металл здесь видите как все отделано красиво что ручной стеклоподъемник ничего особенного работать можно давайте мы поработаем посмотрим автомобиль снизу на данный двигатель устанавливается двигатель d4 аль объемом 33 литра мощностью 115 лошадиных сил как мы говорили что здесь все очень просто тросиковый привод газа механическая тнвд из проводочков только датчики по моему и все то здесь даже компьютера не нужен продиагностировать этот автомобиль ну и как бы о проблемах двигателя мы расскажем чуть позже вот познакомимся сейчас владельцем автомобиля узнаем об автомобиле чуть подробнее здравствуйте алексей расскажите пожалуйста как долго вы владеете этим автомобилем владею чуть более трех лет а про пробег какой был встал был сто восемьдесят тысяч на сегодняшний момент 242 тысяч километров и с какими проблемами столкнулись ну самая большая проблема нас который столкнулся эту проблему по двигателю пришлось перебирать двигатель из-за того что поломала кольца компрессионные отсюда задрало стенки цилиндров мотор был перегиризован заменены поршня кольца вкладыши ну и все комплектующие прокладки и так далее а во сколько приблизительно обошелся ремонт мотора ремонт мотора обошелся 100 тысяч рублей не такая уж большая сумма для коммерческого транспорта что что привело к этому ремонту двигателя ну неправильно эксплуатация я думаю первым хозяином не своевременное это понимаю обслуживание с вами несвоевременной замены масла ну и неправильно эксплуатация автомобиля не на тех скоростных режимах то есть высокие обороты весь не скорость скорее всего оборота играет значение и качество масла скорее всего то есть надо заливать в двигатель правильное масло. А ТО, я так понимаю, вы делаете часто обслуживание? Ну, судя по тому, что я вижу, автомобиль такой в очень хорошем состоянии сейчас. Да, стараемся машину не запускать, каждые 10 тысяч замена масла, ну и так все, что требует машины. Фильтра топливные, наверное, воздушные? Топливные, воздушные, да. Ну, сейчас посмотрим, что по ходовой, и, возможно, еще вернемся к разговору с владельцем автомобиля. Здесь люфт подшипника ступицы. Даже слышно, как он стучит. Стучит. Это подшипник ступицы. Такого люфта нету. А вот на правой стороне у нас прям будет видно, если посмотреть внимательно сюда наш корень, при качении его будет видно, особенно вот в этих вот местах, как он гуляет. Вот он. Здесь уже шкворит. Пойдем дальше. Тихонечку не тратим. Течь масла. Вот отсюда будет хорошо видно, что течет из-под сливной трубки турбины. Рук. Рук. Вон оттуда. И теплообменник сырой. Это вот течь масла. Здесь она просто стекает по колоколу. Может показаться, что это течет задний сальник коленвала. Нет. Это все стекает по колоколу сюда и вниз. Идет течь. Дальше. Ну это доп. оборудование здесь. Течет сальник привода насоса, на котором разбита кристаллина. Ее видно здесь, как она смещенная даже. Разбиты шлицы карданные. Также разбита эта крестовина. Здесь очень сильно разбиты шлицы. Шлицевая. Естественно, из-за того, что разбита шлицевая, тянет за собой крестовину. Крестовину тоже под замену. Ремни внимательно посмотреть, если вы видите. Вот отсюда его видно. Ремни рваные. Их под замену. Дальше здесь люфт хвостовика редуктора. И люфт в крестовине. Крестовина тоже под замену. К заднему рессору претензий в принципе нет, но можно поменять втулочки, потому что они уже прелые и начинают рассыхаться втулки амортизаторов. Вот как бы и всего. Мотор, да, элементарно сухой. Причем даже изумительно. Никаких таких поползновений, сырых или что-то. Его, наверное, просто вовремя обслуживают? Ну, скорее всего, да. Завидные периодичности. Да, просто больше даже сверху над коробкой. Я ничего такого и моройного, и сзади мотора, сырого и гадкого. Ничего не вижу. Добраться до всего элементарно. Ничего такого. Сверхъестественного. Да, сверхъестественного и инопланетянского. Ничего такого нет. Ну и мотор сам по себе простой. Единственное, у него есть проблемы, это перегрев поршней и лопаются кольца. То есть, когда едешь по трассе на высоких оборотах, двигатель перегревается и задиры появляются на стенках цилиндров. Это вот единственное, что как бы на этих моторах очень часто бывает. В общем, по машине резюмируем. Это у нас подшипник левой ступицы. Надо смотреть и регулировать, потому что он не гудит. Есть просто люфт. Шкворень правого переднего колеса. Люфтит. Слив турбины. Теплообменник течет. И крестовины. Основные неисправности. Насколько я помню, говорили, что шкворень поменяли, да? Да, шкворень мы поменяли где-то полгода назад. Пробежал он не больше 20 тысяч километров. Но я так понимаю... Это не оригинал, да? Это не оригинал, да, мы поставили. Я так понимаю, проблемы из-за того, что сэкономили. То есть, качество запчасти очень сильно подвело, да, так сказать? Понятно. А подшипники часто подтягиваете? Подшипники смотрим, да, часто. Но тут недавно меняли передние колодки и, наверное... Не дотянули, скорее всего. Не дотянули, да. Ну, я послушал, как бы он не гудится. Скорее всего, просто надо подтянуть сейчас, отрегулировать люфт тепловой. Все, как бы... Покупайте оригинальные запчасти, качественные. Да, не экономьте. Не экономьте, потому что это ваше время, ваши деньги. Друзья, вы сами видели, что, как бы, автомобиль имеет ряд неисправностей. Но это, как бы, мелочи, потому что автомобиль рабочий, он должен быть таким. И нужно просто чаще обращать на это внимание при обслуживании, ну, если даже вас что-то беспокоит. Приезжайте к нам в автосервис, в АМЗАП, и наши специалисты посмотрят ваш автомобиль, произведут грамотную диагностику, техническое обслуживание и расскажут вам об автомобиле то, что вы, может быть, даже не знаете. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал в Инстаграме. Там бывают акции, в которых можно принять участие и выиграть какие-то призы. Раз, раз, раз. Сразу посчитал. Да я понимаю, что ты всегда готов, я-то, понимаешь ли. Так, отсюда, да, мы идем туда. Приветствую, друзья. Мы продолжаем заниматься автомобилями Hyundai HD в нашем новом тех-центре. Блядь, нет. Сейчас, подождите, я должен подумать, что сказать.